Аня, страшно? Скажи мне. Груз вагонов ляжет на плечи волгодончанки Анны Новоселовой впервые. Девушка давно занимается силовыми видами спорта, но такое испытание еще ни разу не проходило. Пошел, пошел, идет, идет. Рывок за рывком. И вагоны 200 тонн удается сдвинуть почти на 5 метров. При том, что взятый вес в 3000 раз превышает ее собственный. Такое сможет повторить каждый, уверяет хрупкая девушка. Здесь главная техника и подготовка. Очень долгая подготовка. И я уверена, что если есть желание, то, наверное, не каждый, но многие люди смогут. Главная техника. Еще один рекорд собирается установить Дмитрий Кудряшов. Пока в основной карьере перерыв, боксер решил себя попробовать в силовом экстриме. Две, два, три, два, три, два, три, два, три. Чтобы были большие веса, чтобы были тяжелые штанги и хорошо кушать. Я вот специально к этому рекорду плюс 23 килограмма. Самое серьезное испытание, которое предстоит сегодня пройти участникам, это сдвинуть целый состав. Локомотив плюс пять вагонов. Они гружены углем. Все вместе 500 тонн. Крымчанин Егор Сорокалетов перед установлением рекорда на троих решил сдвинуть состав сам. Колоссальная нагрузка. Дается нелегко. Повредил руку, она в крови. Но все же поезд тронулся на 3 метра 70 сантиметров. Почти не отдыхая, Егор подключается к группе. За минуту Егор Сорокалетов из Крыма, Владислав Дука из ДНР и дончанин Михаил Иванов протянули вагоны больше, чем на 6,5 метров. И это новый мировой рекорд. Организаторы испытаний из богатырского движения «Сильнейшая нация мира» говорят, все эти достижения в поддержку ДНР и ЛНР. А вообще богатыри постоянно устраивают фестивали и состязания. Противовес западным санкциям против спортсменов. Сама его идея основная, она основана на преодолении санкций антироссийских в сфере спорта. Так как оно зародилось в Крыму, а к Крыму, как вы знаете, санкции были применены намного раньше. Все рекорды официально зарегистрируют, так что память о подвигах силачей не сотрется через несколько дней. Юлия Карасюк, Виталий Ступаков, Первый Ростовский.